Уполномоченный по защите прав предпринимателей Югре Николай Евлахов вместе с представителями районной администрации побывал в Центре развития ребёнка Академии детства, фитнес-центре «Атом», посетил рыбоперерабатывающий завод. В торгово-развлекательном центре «Оазис Плаза» гость побывал в магазинах, в которых представлена местная продукция. Магазины хлеб нашего города, городского центра торговли, «Белоярский вкус» сельхозпредприятия «Белоярская» и фишка рыбоперерабатывающего завода. Отметил он положительные изменения. А вообще приезжать в Белоярск очень приятно, потому что благополучный район. И сегодня мы проехали, посмотрели предприниматели, нам показали свои проекты успешные. Важно рассматривать этот положительный опыт. Много хороших есть проектов, которые реализуются по округу. И как раз таки все индивидуальны по-своему. И учитывая нашу большую территорию, везде развивается бизнес по-разному. И мое большое желание – это объединить по отраслевому признаку, чтобы предприниматели могли обмениваться информацией. Вроде бы одна территория могла бы быть конкуренция, но есть хороший опыт положительный, который нужно использовать для всех. И в работе муниципальных образований, в поддержку бизнеса. И также, чтобы предприниматели могли опытом обмениваться. Я считаю, что, учитывая информационные технологии, которые есть сегодня, они позволят наиболее эффективно реализовать свой потенциал. Поэтому нужен обмен опытом обязательно. Обменяться опытом и обсудить актуальные для бизнеса общества вопросы предприниматели смогли в рамках круглого стола. Административный климат в Белаярском районе. Заседание возглавил заместитель главы района Виталий Ващук. В работе приняли участие представители налоговых органов, прокуратуры, органов местного самоуправления, предпринимательского сообщества и другие. Вопросы были рассмотрены самые разные. Касались они и изменений в налоговом законодательстве, в том числе и мер поддержки, которые оказывает муниципалитет местным предпринимателям. Поддержку имеют и начинающие бизнесмены, и уже с опытом. Большое внимание уделяется туристическому направлению и брендовой сувенирной продукции, изготовлением которой занимаются местные жители. Касается наших представителей с Казыма, которые занимаются туристическим направлением, обринесены в сувенирные продукции, появилось такое же направление – это возмещение части затрат на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для производства продукции, изделий и народных художественных промыслов. Так что мы ждем от вас тоже. Сдавайте документики, получайте субсидию. Для Белаярского района тема создания собственного бренда актуальна как никогда. И на территории для этого есть все условия – уникальные природные ресурсы, национальный колорит. У нас самое большое поголовье оленей в Югре. Развиваются традиционные ремесла. А это – прекрасная возможность выпускать местную продукцию, которая будет узнаваема за пределами района и даже округа. Мы будем заниматься брендированием территории, то есть это будет совокупность различных направлений, касаемо и бизнеса, и социальной сферы. Мы будем заниматься продвижением муниципального образования с нескольких составляющих, как минимум четырех. Это со стороны туризма, со стороны бизнеса с помощью той продукции, либо услуг, которые они производят, со стороны социальной составляющей города. Это условия для жизни, для семьи, для развития. Все эти направления будут выявлены в такие точки притяжения для въездного туризма, событийного, делового, исторического, спортивного, культурного. И для популяризации тех услуг и той продукции, которая у нас есть. У нас выпускаются местные предприниматели, производят мед на территории Крайного Севера. Мы перезапустили вместе с предпринимателями рыбоперерабатывающий завод, где уже, наверное, многие жители Беларской районы видели ту продукцию новую, выносили буквально первые дни в магазин. И объемы выручки, которые они сделали, 2,5 миллиона оборотов буквально за две недели перед Новым годом, это колоссально, учитывая, что это только на рыбе. Не каждый продуктовый магазин с более широкой линейкой такие обороты имеют. Эту продукцию надо позиционировать, для того, чтобы все приезжающие к нам на территорию, или когда мы собираемся в отпуск, могли с собой взять какие-то гостиницы, рассказать о нашей территории и распространить хороший, положительный облик и гордость, и продвижение нашей родной Беларской земли. По завершении работы круглого стола Николай Евлахов провел личные встречи с предпринимателями, ответил на интересующие их вопросы. Он отметил, что Белоярске – уникальный район, эксклюзивный, и здесь делается все, чтобы местный бизнес был конкурентно способен и востребован. Кермина Таджиева, Петр Михалап, Время новостей, Белоярске.